Как забавно устроен человек. В очереди мы всегда хотим быть первыми. Цифра 8 во многих странах считается особенной, счастливой. А вот числа 13 очень боятся. В некоторых зданиях зарубежья даже нет 13 этажа, класса и кабинета. А вот как вы думаете, какие цифры в Священном Писании наделены особым смыслом? И почему так? Смотрите об этом сегодня. Отец Максим, хочу у вас спросить, а вот цифры, указанные в Священном Писании, являются случайными или нет? Конечно, в Священном Писании указывается много цифр. Но они имели и имеют свой смысл, свое значение. Так как мы можем провести аналогию с Рождеством Христовым, когда люди, которые верили в звезды, Господь звездой их и привел к познанию Иисуса Христа, к познанию спасения мира, к рожденному Царю. То есть они служили звездам. Это была языческая наука, языческое увлечение. Но Господь через это увлечение их привел к себе, привел к познанию истины настоящей, а не вымышленной. Также и через цифры Господь приводит тоже людей. Прообраз в Ветхом Завете давал, как бы намекая на истины, которые были скрыты в тот момент еще от людей. Например, о Святой Троице. И вначале это не было людям открыто так явно. И Господь через некоторые двусмысленные цифры, например, какие-то пророчества еще, Он открывал людям истину, грядущую истину, которую они, человеческий род, должен был принять и узнать. Тогда это было не явно, а скрыто под вуалью. В том числе и цифр тоже. А давайте о каждом числе поговорим отдельно. Интересно очень. Вот, к примеру, число 1. Что обозначает? Мы можем, конечно, сказать о некоторых цифрах, но они не то, чтобы несут в себе какой-то сакральный, тайный, скрытый смысл. Просто они нам говорят о некоторых свойствах Бога. Например, если мы скажем о единице, не один, а един, так раньше называлась эта цифра, еще славян. То есть она говорит о том, что Бог един. Если мы возьмем цифру 2, которая за ней следует, то она символизирует в себе двойственность, которую в себе совмещал Иисус Христос. Это человечество и божество. И поэтому мы постоянно пользуемся, скажем, этой цифрой. Когда складываем пальцы для крестного знамени, то два пальца мы пригибаем к себе, символизируя цифру 2, символизируя, что в Христе было и божеское, и человеческое естество. Но следующая цифра за ней, это идет цифра 3, тоже очень важная для нас, людей, живущих уже в Новом Завете. Это то, что Бог троится. Это цифра 3. То есть не то, чтобы эта цифра 3 имела само по себе как цифра, какой-то потаенный смысл или значение. А просто мы подразумеваем, пишем 3, подразумеваем Святую Троицу. И поэтому три ангела явилась Аврааму в Ветхом Завете, прообразуя Святую Троицу. Не так явно. То есть, чтобы кто занимается глубоким изучением Священного Писания, мог бы это все узнать. Изучая просто вот эти вот случаи, которые описаны в Священном Писании, Ветхого Завета в основном. Дальше идет цифра 4, она символизирует всемирность. То есть вот недаром и Господь распялся на кресте. Крест тоже имеет 4 конца. То есть это, во-первых, 4 конца света. То есть это символизирует мир, просто весь мир. Вот Господь на кресте распростер свои руки для того, чтобы обнять все человечество. То есть все 4 стороны света, всю землю, всех людей на ней живущих, своей милостью, своей любовью всех обнять. Вот поэтому 4. Также говоря о числе 6, некоторые вот боятся такой цифры, число зверя. Очень сильно остерегаются, опасаются. Но на самом деле стоит ли бояться? Не сама эта цифра по себе плохая или сама цифра 6. Сама цифра 6, она вот как раз символизирует творение мира. Ведь наш мир был создан за 6 дней, и на седьмой день Бог почил. Сейчас седьмой день идет. А восьмой день – это будет уже день, когда изменится земля, и когда наступит новая жизнь, вечная жизнь для каждого человека. Тогда наступит восьмой. А вот шестой – это как раз те дни, в которых Господь творил все. Поэтому сама по себе шестерка или три шестерки, они не могут быть какими-то плохими или нести в себе какой-то негативный заряд. Там написано, что посчитай число имени. То есть это наверняка, как и в Ветхом Завете было, и в славянском тексте, цифры обозначают буквы. И вот я думаю, что-то в этом смысле можно… Хотя некоторые вот есть источники, которые говорят, что цифра была не 666, а 616. То есть это может быть вообще на самом деле какая-нибудь любая цифра. Многие уже столетия, тысячелетия люди пытаются понять, что это значит. До сих пор не существует какого-то определенного правила, либо установки, что это что-то конкретно обозначает. До сих пор это непонятно еще для нас. Вообще нашему человеческому мозгу мало что понятно. Только то, что Бог нам может явно открыть. А все остальное уже мы узнаем тогда, когда мы изменимся, и мир изменится, и когда будет во всех Христос. А цифра 10. Почему именно 10 заповедей, к примеру, были даны Моисею? Почему Бог дал нам 10 заповедей? Мы на самом деле до конца познать не можем, как и все остальное. Но 10 – это удобное число, на которое удобно делить или умножать. То есть это десятичное число, и в нем измерялось столько-то десятин, 110, тысяча десятин. То есть это число очень удобное и удобное считать. Это человеку, который неграмотный, то есть это вот такое число округления, то есть число круглости, круглости какой-то. А круг – это то, что не имеет ни начала, ни конца. То есть вот почему вот на Пасху, например, мы освящаем яйца. Яйцо символизирует жизнь вечную. То есть что-то бесконечное, не имеющее ни начала, ни конца, как шар, круг. Вот такая форма. И сюда же входит и число 10. То есть это что-то круглое, что-то нескончаемое, что-то постоянное. Число 12. Тоже особое число – 12 апостолов. Их было 12, потому что 12 колен Израилевых. И Господь сказал, что вы сядете на 12 престолах судить 12 коленом Израилевым. Поэтому и нужно было именно 12 апостолов, потому что так было заранее уже написано, предречено, еще в Ветхом Завете. И Господь, как сам сказал, Он не пришел разорить, но исполнить закон. И Он все исполнял так, как Он сам же и заранее и сказал, так сам и делал. Поэтому 12 апостолов, 12 колен, 12 сынов, которые были родоначальниками этих колен. Некоторые люди очень сильно боятся числа 13. В некоторых странах даже нет 13 этажа, нет 13 кабинета, нет 13 класса. Вот вы как считаете 13? Действительно страшная цифра? Мне кажется, это самообман. На самом деле в цифре 13 в этом числе не может быть ничего, как и в любом другом числе, не может быть ничего негативного или плохого, или что-то влияющего само по себе на нашу жизнь плохо как-то. Кто плохо влияет, к чему мы сами начинаем относиться как-то, со страхом, обходить это все десятой дорогой. И тогда это начинает работать против нас, наши страхи. И поэтому нам, как можно сказать, с этим и не везет. То ли с цифрой 13, то ли с черной кошкой и так далее. На самом деле 13, можно сказать, и хорошая цифра, я бы сказал, например, это 12 апостолов и Иисус Христос. Вот икона Тайной Вечери, там изображено 13 человек. И я не вижу в этом ничего плохого и ничего негативного. Это икона, которая висит в каждом храме, над дагонастасом сверху. Люди молятся, крестятся на эту икону. И дома также часто у христиан на трапезной, над столом, в кухне, в столовой, где они кушают, висит икона Тайной Вечери. Есть еще несколько чисел, которых очень опасаются, остерегаются люди. Допустим, число 33, число 40. Я думаю, что цифру 33 могут бояться, потому что это может быть у некоторых людей связано со смертью. Мы знаем, что Иисус Христос умер в этом возрасте, и поэтому некоторые думают, что это какой-то, может быть, переломный момент в их жизни, или что-то может произойти плохое, может быть, даже связано со смертью. Но на самом деле мы можем сказать, что есть и многие другие цифры, например, которые также описаны в Священном Писании. Например, все знают, что говорят, что возраст Иисуса Христа – это 33 года. А почему 33, а не 30? Ведь Он в 30 лет вышел на проповедь. И это было первоначально, и это было важно, что Он именно вышел в 30 лет на проповедь, что Он явился миру. Христос наконец-то явился миру. Это было 30. Можно раскладывать эти цифры, как угодно. Есть такая псевдонаука, как нумерология. Они там могут разложить вам любую цифру, любое число. Но мы понимаем, все учились в школе и знают математику, что все цифры в любом случае состоят из 9 цифр. Вот из 9 цифр – и все. 10-й – 0. Все. Больше нет. То есть любая другая цифра – это соединение всего-навсего двух цифр. Вот у тебя 30 или 33 – это 3 и 3. Можно сказать, что 33 – это хорошая цифра. Потому что 3 – хорошая ведь, это Троица Святая. А вот 33 – это два раза по три. Сюда можно также включить эту цифру. Очень много встречающиеся в Священном Писании цифру 40. Это и 41-й пост, мы знаем, великий. Это и Иисус Христос, 40 дней в пустыне. Это и 40 лет Моисей народ водил по пустыне, пока не… Значит, все, которые родились в плену египетском, которые знали рабство, они не вошли в землю обетованную, в землю свободы, в свободную жизнь. Потому что они знали другую, и это тяготило их. Они не могли свободно жить. И таких цифр много, много раз 40 встречается. Но это не всегда, это буквально 40. Потому что, на самом деле, никто не может посчитать, наверное, сейчас уже особенно, если взять Ветхий Завет, что это было конкретно 40 дней. 40 – это часто употребляется как обозначение некоторого длинного периода, долго. Вот приблизительно 40. Может быть, 50 было, может, 43, может, 47. Или 38. Дословно так вот прям никто это не посчитывал. Просто приблизительно 40. То есть приблизительно много, долго. Довольно-таки долго. Поэтому цифра 40, она и означает какой-то долгий период. Вот что бы могли сказать нашим телезрителям? Все-таки стоит ли как-то мистифицировать, привязываться, считать сакральными цифры? Или стоит все-таки просто жить обычной человеческой жизнью, не заморачиваться, не привязываться к каким-то там числам, цифрам? Я бы советовал не обращать такого пристального внимания на цифры, только в положительном ключе смотреть на это. И, как я уже говорил, угадывать в этом позитивные моменты из истории церкви, из истории Христа, из его жизни. Просто знать Бога, любить ближних, и жить с добром, с Богом, с сердцем, с своим душем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok